Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Что вы делаете? Выписал вырезанные буквы и пытаюсь оставить из них слова. Ну, слова-то неизвестные? Ну, слова улетают, но написанное остаётся, это очень важно. Ну, и что, что-то получается? Пока нет, но логика и интуиция, они не дают мне потерять надежду. Скоты! Поживай! Что? Скоты! Поживай! Господин Радоныч, что здесь происходит? Замятин! Отставной подпоручик! Задержали по вашему приказанию! Смирно, фрауны! Горячоник! Русский официар! А что? Что ты вылупился, канцелярский кризис? Ты что? Официара Ютарова! Может, подать ему? Ваше высокологородие? Пусть проспится, завтра поговорим. Да, Яков Петрович, вот это письмо. С этим спасатом чуть не забыл. Яков Петрович. Хочу тебя видеть. Завтра. В полдень. Господин следователь! Господин следователь! Слушаю, Рась. Несчастье. Мой опекун погиб. Упал с лестницы. Вот. Похоже, шея сломана. Странно. Сначала горничная пропала, а теперь вот сам. Пальцы сломаны. Странно. Обычно при падении руки, ноги, шею ломают, а здесь пальцы. Пытался удержаться, когда падал. Я до того, как упал. Как вы себя чувствуете? Я в порядке. А почему же вы раньше об этом не заявили? Я обнаружила его час назад. То есть, вы не знаете, когда он упал? Я гуляла в парке. Когда я вернулась, тогда я его видела. Скажите, раньше что-то такое случалось? Может быть, что-то с ногами терял равновесие? Он был здоров, как бык. Не очень-то вы его любили? Не очень. А ваша горничная, Татьяна, какие у них были отношения? Обыкновенные, как у горничной и хозяина. А у вас? Он взял меня на воспитание, когда мне было двенадцать лет. Кто-нибудь еще в доме работает? Последнее время только горничная. А раньше? Был секретарь. Воеводин его уволил. Давно? Полгода назад. Он уехал в Москву. Причину увольнения, конечно, не знаете. Мне не объясняли. Так, вот. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я столкнулся с ним в полной темноте, но вложил. Вложил с одного удара. Так что ты думаешь дальше? Он вскочил и убежал. Это твоя Полина тебя попросила влезть в дом к Сушковой? Нет. Вовсе нет. И не думал я вламываться не в чью-чужую дома. Она меня ни о чём таком не просила. Я решил, что смогу договориться с этой Сушковой. А муж с Сушковой шантажировал Полину какими-то письмами. Именно так. А с чего ты взял, что эти письма в доме? А где же им ещё быть? И неизвестно это тоже. Он искал письма в доме. Вот теперь правда непонятно, нашёл или нет. Получается, что Полина это как раз та самая девушка, которая живёт в доме у Воеводина, у которого пропала горничная. Именно так? Которая, как мы знаем, умерла. Так. Интересно, какая цепочка получается. Что ты имеешь в виду? Ну, как же. Не понимаешь? Шантаж твоей Полины может быть напрямую связан со смертью горничной Татьяны. Вряд ли. Вряд ли. Она не может быть замешана ни в каких махинациях. Не-не-не-не-не. Она, она… Она жертва. Какая-то у тебя, дядя, странная слабость к жертвам. Не слабость это. Воспитание. Если я вижу молодую девушку, попавшую в беду, я должен помочь? Ну, вот, всё и определилось. Его сиятельство и Анна нашли друг друга. Мы можем больше не скрываться. Мы больше не будем встречаться. Ты всё-таки хам, мой милый Яковлев. А что ещё можно ожидать от черстого фараона? Парни, туман. Тот самый? Поехали, поехали. Не останавливайся. Скорее. Вряд ли. Мистер Праун. Боже мой. Скорее. Аккуратнее. Скорее. Осторожней. Аккуратней. Боже мой. Я истребляла. Скорее. Вы живы? Живы? Аккуратней. Скорее. Я не хочу не слушать этим ещё раз. Гони. Открывай аппарат. Стой. Кто будете? Открывайся немедленно, ваш хозяин при смерти. Вы что, не видите? Это сон? Нет. Вы у себя дома. Как вы себя чувствуете? Прекрасно. Спасибо. Я, наверное, засыпать, простите. Мы с вами заниматься химией. Нет. Мы подобрали вас в лесу. Что вы здесь делаете? Мы нашли вас в лесу. Как вы там оказались? Кaza. Ады. Ка-ка. Мисс. Туман. Он накрывает меня. Кхе. Что вы там делали? Я б питаться, брать пробы. Воды. Пейте. Как я вас понимаю. Со мной было то же самое. Я пошлю за доктором в город. Да. А я останусь с мистером Брауном. Вам нужен отдых. Спите. Закрывайте глаза. Добрый день. Добрый день. Что вам угодно? Я бы хотела поговорить с господином Воеводиным. Это касается дела о пропавшей горничной. Он умер. Что? Когда? Что вам не годно? Простите, вы, должно быть, Полина. Я бы тогда с вами поговорила. У меня есть сведения, касающиеся Татьяны. Прошу. Прошу вас. Дело в том, что я племянница Петра Миронова. Я знаю, что вы к нему обращались за помощью, чтобы узнать о судьбе пропавшей горничной. Слушаю вас. Мне кажется, что она взяла гораздо больше денег и драгоценностей, чем вы предполагаете. Но забрать их с собой не успела. И я вполне могла бы вам указать место в доме, где они находятся. Как это? Вам дядя ничего не рассказывал обо мне? Нет. А что он должен был сказать? Неважно. Мне необходимо для этого пройти по комнатам. И в сад. Пожалуйста. Я отсюда начну, но попрошу вас оставить меня. Это совсем ненадолго. Ну что ж. Пожалуйста. Дух Татьяны Молчановой, явись. Дух. Таня, это твой дом. Это не мой дом, это дом старика. Старика. Воеводина? Молчать! Не смейте! Молчать! Отпустите меня! Ответьте мне, вас Сушков шантажировал? Молчать! Не смейте! Молчать! 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 Молчат! 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 Моё почтение, Александр Францевич. А, здрасте, Ярд Патонович. Что вы скажете? Ну, что, у него сломана шея, отчего, собственно говоря, он и умер. Да, кстати, пальцы тоже сломали. Да, я это заметил ещё на месте. Нет, пальцы у него были вывернуты. Ну, такое ощущение, что кто-то их выворачивал. При падении так пальцы не ломаются. Значит, он сопротивлялся перед тем, как его столкнули. Не знаю. Может быть, Сушков вас не интересует? Он что, умер? Увы. Когда? Сиделка его обнаружила утром, я полагаю, где-то между одиннадцатью и часом ночи. Кто-нибудь ещё к нему приходил? Да, была жена, она сидела за полночь. Получается, все секреты Сушков унёс с собой. Да нет. Один-то секрет теперь должен у нас открыться, какая пуля его убила. А вот полюбуйтесь. Да, но она ведь не револьверная. Извините все, что есть. Да, это английский патрон. Охотничье ружьё. Да, но поручик стрелял в него из револьвера. Яков Платоныч! Яков Платоныч! Послушайте, вам срочно нужно провести обыск в доме Воеводина. Я почти уверена, что тело Тани Молчановой там. Вы что, узнали что-то новое? Да. Я была в доме Воеводина. Татьяна там. И знаете, Сушков, он, он тоже как-то странно связан с этим делом. Вы, кстати, знаете, что он уже умер? Да, знаю. Но это по-прежнему не даёт мне никаких оснований. Как? А смерть Воеводина, это что, тоже случайность? Странное падение с лестницы – это не доказательство убийства. Ну, как же вы не чувствуете, что это всё один большой клубок? Да чувствую, я чувствую. Извините, я тороплюсь. Виноват, Ваше благородие. Перебрал вчерась. А вам известно, что околоток полон жалобами от ваших соседей? Дескать, у вас во дворе постоянно стрельба? Да, револьвер-то имеется. Наградной. А чего мне пострелять-то? Руку упражнять надо. Да упражнялись. Застрелили человека. Да не я это. Нет, с утра я, конечно, пострелял. Точно. Но кто-то ещё стрелял. Я слышал, один выстрел. Угу. Значит, выстрел слышали. Продолжайте, продолжайте. Ну да, был. Из охотничьего ружья. Я ещё подумал, кто это в городе охоту устроил. Ну и вышел за ворота. Взглянуть. Дальше? Ну, молодой парень из кустов вышел как раз напротив моего дома. Одет чисто. Вроде как приказчик. Ну, а в руках у него... Ну, была такая, как вроде, ну... Ну, сумка, что ли. Опознать его сможете? Так если увижу, может, и опознаю. Вы, ваше благородие, простите меня за вчерашний-то. Вечером-то меня уж трогать не надо. А так я человек мирный. Стрельбу во дворе прекращайте, мирный человек. Свободны. Спасибо, ваше высокоблагородие. Спасибо, ваше благородие. Сушкова, думаю, его жена убила. Время ухода её из больницы совпадает с его временем смерти. Что говорит доктор Милтс? Да ничего он не говорит. Говорит, что никаких признаков насилия нет. Ну, а много ли Сушкову надо было? Надави на рану, сдвинь немного пулю и всё. Но ей зачем это? Везите её сюда, здесь и спросим. Да, и дежурным ко мне. Да. Евграшин! Да, Яков Платоныч. Проверь, если по старым делам проходили накладные усы, парики, бороды. Если таковые были, неси их сюда, в кабинеты, и дела, в которых они проходили, тоже. Слушайся, по слову говорю. Нет, этого не может быть. Я не верю. Да там, в этом доме всё сосредоточено. Я Татьяну звала, а пришёл дух Сушкова, дух Воеводина. Заглушили её, не дали договорить. Ну, и при чём тут Полина? Она просто живёт в этом доме? Нет, она не просто живёт в этом доме. Это твоя Полина, это и есть главное зло. Понимаешь, я чувствую, что все эти убийства с ней связаны. Из-за неё происходят. Ты просто не взлюбила её. Потому что она привлекательная. Ах, вот как ты обо мне думаешь. Ну, извини. Ну, ну, извини, извини. Ну, что-то я действительно… Прости. Прости меня. Какой же ты всё-таки… Ты хотела сказать дамский угодник? Да. Лучше ответь мне. Как мне сделать, чтобы Татьяна отвечала на мои вопросы? Ты когда будешь вызывать дух, требуй. Впереди ты. Только ты. Никто иной. Дух Татьяны, явись. Дух Татьяны, явись. Ты. Только ты. Никто, кроме тебя. Таня. Таня, услышь меня. Никто к тебе не придёт. Никто не найдёт твоей могилы. Батюшка, батюшка, я не виновата. Ты ни в чём не виновата. Скажи мне, где тебя искать, и я туда приведу твоих родителей. В доме, в доме учителя. Ну, где в доме? Где? Где искать? В доме. Где? Да как вам такое в голову пришло? Время смерти вашего мужа совпадает со временем вашего ухода от него из больницы. Я не запомнила, во сколько ушла. Зато мы и запомнили. Вы ушли в половину первого ночи. Дежурная сестра запомнила. Примерно в это же время и умер ваш муж. Примерно. Когда я уходила, он был жив. Он спал. Я побоялась его разбудить. Я не знала, что мне нужно… Вы задержаны по подозрению в убийстве. Евграша! Проводите в камеру. А вы посидите, подумайте. Слушаюсь, в вашем городе. Пройдемте. Проводите. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Анна Викторовна, прошу, что вы зашли. В самом деле? Рад вас видеть. Почему? Без причины. Я всегда рад вас видеть. Вы что, выпили? Да, нет. Но, неплохая идея. К тому же время позволяет. Вы присаживайтесь. Вам не предлагаю. Все равно откажетесь. Вы, наверное, по делу. Я не ослушаю вас. Да. Обыск. В доме Воеводина. Он просто необходим. Потому что я точно знаю, что тело девушки там. Завтра я получу разрешение у прокурора. А что это у вас? Маскировку себе для слежки подбираете? Очень, кстати, интересуетесь. Это парики, усы, которые проходили у нас по разным делам. И, как выяснилось, все они сделаны одной и той же рукой. Наш парикмахер Прохор Хватов парики делает. Не спрашивает у заказчиков, зачем им весь этот маскарад. А знаете, что самое интересное? Этот фрагмент бороды я нашел в комнате Элис. И он сделан той же самой рукой. Я думаю, эту городу носил водопроводчик, который приходил к ней ночью. Получается, что он ее похитил? Или просто помог бежать? А позвольте вы мне завтра присутствовать при обыске? Конечно. Я извечу вас. Хорошо. Ну, что же, до завтра? Нет-нет. Я вас провожу. К тому же у меня есть дела. Господин Хватов. О! Добро пожаловать в вашу службу, дорогие. Постриться, поглиться. Так это я всегда пошел сюда. Да я не за этим. Разговор у меня к вам. Ага. Слушаю вас. Уж сколько раз проходили вы у нас по делам разным с поделками вашими. Все, никак не успокоитесь? Видно, только Сибирь охладит ваш пыл. Какой пыл? О чем вашу собрать? Да о париках и о бородах ваших. А, так это ж только подработка. Ну, люди приходят, просят сделать. А для какой надобности? Откуда же мне знать? Мне ваши грешки без надобности. Вы мне лучше расскажите. Кому вы делали это? Так это же мне знать-то. Да будет вам. Вы по одному волосу узнаете свое изделие. Кому вы делали бороды в последний месяц? Ну, был один молодой человек. Не назвался. Я его потом в больнице видел. Фельдшер он. Уверен? По словам поручика, молодой человек вышел из-за этого дерева. Отсюда вполне могли и стрелять в Сушкова. Да. Положение тела и рана подтверждает это предположение. Выходит, что злоумышленник, он замаскировал свой выстрел под стрельбу поручика. Так? Английский патрон. Яков Платоныч, вы не перестаете меня удивлять. Но, на мой взгляд, это выдает неопытность злоумышленника. То есть, я бы непременно забрал это с собой. Таких ружей в городе только три. И одно из них у господина Воеводина. Вы прекрасно осведомлены. Как всегда, Яков Платоныч. Но ведь в Сушкова стрелял молодой человек. У Воеводина был секретарь, якобы уволен. Я навел справки, это Ярослав Осмовов. Воеводин поручил ему убийство и при этом снабдил его своим собственным ружьем? Ну, почему убийца мог сам взять этого в его без ведома Воеводина? Яков Платоныч. Она прислала мне записку. Что? Приглашает меня на прогулку в парк. А, наверное, хочет выяснить результаты твоей вылазки в тот дом. А результатов-то и нет. Надо бы на себя как-то проявить. Нет, нет. Сушкова спрашивают бесполезно. Не знаешь? Я пойду с тобой. Ни в коем случае. Не-не. Нет, нет. Я тебя одного не отпущу. Но если кто-то кого-то и шантажировал, то кто и кого? Скоро мы это узнаем. Я в дом к Воеводину, а вы берите городовых и найдите мне этого стрелка. Я думаю, нам поможет то, что мы найдем в доме. Завещание в пользу Полины. Уверен, это и есть тот краеугольный камень всего этого клубка убийств. Камень, катящийся с горы и повлекший за собой целую лавину преступлений. Где она будет ждать тебя? В конце аллеи направо. Вообще странно, что она для встречи выбрала такое глухое место. Ну, видишь ли, она, она боялась, что ее заметят и донесут в Воеводину. Да, только Воеводина уже нет. Стой. Что вам угодно? Обыск. Ну и где ж твоя Полина? Опаздывает? Бежим! 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 Бежим, он не мужчина Бежим! А где завещание Ваеводина? В кабинете, наверное. По завещанию все наследуете вы? Не знаю. Да бросьте. Все вы знаете. Вы ведь сами все устроили. О чем это вы? А где ключи от сейфа? Я не знаю. Евграшин, обыщи кабинет и комнату госпожи Полины. Как вас по батюшке? Что вы себе позволяете? На каком основании? Вы подозреваетесь в шантаже и соучастие в убийстве. Это ошибка. Как вы на все решились? Я не понимаю, о чем вы. Хорошо, я вам расскажу. Сушков, работающий на почте, перехватил несколько ваших любовных писем. от Осмолова. Из них он узнал, что господин Воеводин сожительствует со своей несовершеннолетней горничной Татьяной. Этим вы и стали шантажировать его. А вот и ключ. Открывайте. Слушаюсь. Вы стали добиваться, чтобы Воеводин написал завещание в вашу пользу. Сушковы, в свою очередь, начали шантажировать вас. Для того, чтобы избавиться от этого, Осмолов приехал и застрелил Сушкова. Во всем городе. А вот и завещание. Хотите, угадаю, что в нем? Все состояние достается вам. Чтобы этого добиться, ваш любовник приехал и сбросил господина Воеводина с лестницы. Что скажете? Сушкова меня шантажировали, это верно. Никакой аферы с завещанием не было. Кто стрелял в Сушкова, я не знаю. Кто сбросил дядю с лестницы, понятия не имею. Я в это время гуляла в парке с господином Мироновым. А то, что дядя все оставил мне, так это может быть совесть. Проснулась. Я ни в чем не виновата. А вот это мы посмотрим. Дело не закрыто. Яков Платоныч, Яков Платоныч. Анна Викторовна, что случилось? Нас сейчас чуть не убили с дядей. Стреляли. Но дядя как-то смог этого стрелявшего поймать. И все в порядке, его уже с городовым управлением везут. Так с вами все в порядке. Жила, как видите. И почему же вы не пришли? Куда? Как куда? Конечно. Вы дяде моему записку отправили. Я ничего не отправляла. Я ожидала, в общем, что-то в этом духе услышать. В чем же вам Мироновы помешали? Так. Я ни в чем не виновата и отвергаю все ваши обвинения. Яков Платоныч, можно мне пару минут в тишине? Пожалуйста. Конечно. Дух Татьяны Молчановой, явись. Дух… Татьяны Молчановой, явись. Дух Татьяны Молчановой, явись. Неужели ты не хочешь, чтобы эти люди понесли наказание? Неужели ты? Ну, помоги мне. Где ты? Продолжение следует... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Знаешь, почему ты все еще жива? Потому что муж твой все еще жив. Промахнулся я. А ну, как он перед смертью решит покаяться, мне до него не добраться. А тебе сам Бог велел. Поможешь ему, будешь жить. Эти письма их... Их Сушкова спрятала, когда ей угрожал человек с ружьем. А Смолова? Любимый, есть способ прекратить мое рабство. Я знаю, что горничная не уехала. Она осталась здесь, в доме навсегда. Я точно это знаю. Теперь мой дружайший дядюшка подпишет любое завещание, какое я ему продиктую. Приезжай скорее, я тебе все расскажу. Твоя Полина. А что означает «осталась в доме навсегда»? Не помню. Написала что-то с горяча. Твоя Полина. Твоя Полина. Твоя Полина. Анна Викторовна. Здесь надо искать. Позвольте нам. Она там. Пожалуйста, не надо! Отпустите! Пожалуйста, не надо! Нет! Пожалуйста! Помогите! Помогите! Пожалуйста! Яков Фатонович, извините! Это Виеводин девушку убил. А вы видели, как он ее тело прятал? Да это явствует из ваших писем. Для суда этого будет более чем достаточно. Вы арестованы за сокрытие преступления и соучастие в шантаже. Забирайте. Слушаюсь. Осталось все здесь. Пройдемте. Простите, я здесь больше не могу. Воеводин, старый сластолюбец. Я поступил к нему на службу. Полина мне приглянулась сразу. Я долгое время не понимал, в каком положении она в этом доме в действительности. Она вам сама все рассказала? Да. Когда между нами возникли отношения. Я был потрясен, когда узнал, застал нас с Полиной вместе. Я уехал в Москву. А потом Полина написала про Татьяну. Что Воеводин делает с ней то же самое. И она исчезла. Сушков перехватил наши письма и стал нас шантажировать. Это я решил его убить. Моя идея. Вы знали, что подпоручик стреляет во дворе, а путь Сушкова проходит по этой улице? Да. Я приехал из Москвы. А остальное вы знаете. Я не понимаю, зачем вы стреляли в Миронова? Полина сказала, что Миронов хочет ей помочь. Как он узнал, что Татьяна мертва? Непонятно. Потом его племянница явилась к Полине. Вела себя странно. Вот я и подумал, что они могут докопаться до всего остального. Скажите, можно повидаться с Полиной? Повидаетесь на очной ставке. Прошу прощения, если нарушил ваше уединение. Далековато вы забрались. Возникли некоторые обстоятельства по делу о пропаже Элис. Присаживайтесь, пожалуйста. Благодарю. Помните, я вам рассказывал, что нашел клочок волос, возможно, от бороды водопроводчика, который приходил накануне к Элис? Да. Так вот эту бороду заказал фельдшер доктора Милтса. Фельдшер? Водопроводчик? И что это может значить? Может и ничего, но с другой стороны странно, что фельдшер работающего доктора Милтса наклеил себе фальшивую бороду и пришел к Элису. Доктор Милтс? Похитил Элис? Но ведь это же смешно. Я ничего не утверждаю. Я просто прошу вас не говорить об этом доктору. Нет, нет, нет. Это просто какое-то недоразумение. Скорее всего, но я бы не хотел травмировать психику доктора своими подозрениями. Да. И передайте благодарность своему дяде. Он нам очень помог в поимке Осмолова. Просто хват. Непременно передам. Вы ни о чем не хотите меня спросить? Вам не интересно, что я князю ответила? Нет, не интересно. Хотя, если так, что вы ему ответили? Я сказала, что я подумаю. Благоразумно. А знаете, что он мне ответил? Мне это не интересно. Он сказал, что он готов быть для меня опорой, даже если я его не люблю. Трогательно. Я прямо сейчас расплачусь. Да это я сейчас расплачусь. Подпишись. Рыбок. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok